И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик по ЧПРДЛ, по тому самому аккаунту, который вам заходит. Это наш Хорн, это шафтик. Если вам нравится данный аккаунт, то обязательно не забывайте прямо сейчас проражать лайк. Ну и если не подписаны на канал, обязательно тоже подписаться и нажать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Сегодня мы сыграем две полноценные катки. Я вам расскажу, что произошло с шафтом после перебалансировки. Как вы знаете, шафт у нас сейчас уже, по мнению многих, не является той самой имбовой, замечательной, жесткой, имбалансной нагибаторской пушкой. Играть мы будем также на защитнике, который у меня уже появился на данном аккаунте и потихонечку-потихонечку прокачивается. Уже восьмой шажочек, к слову. И я надеюсь на то, что у нас получится сегодня выиграть две полноценные каточки. Сыграем сегодня в регби, сыграем сегодня в контроле точек. Начнем, я думаю, что с регби. И перейдем к тому, что вообще изменилось с нашей пушкой. Теперь у нас пушка, если вы стреляете без прицела, да, то есть без накопления баллона через зажатие пробела, а стреляете просто быстрыми выстрелами, да, то есть отпуская пробел вот так вот. Я не знаю, как они там называются эти выстрелы. Короче, я не силен в этой темочке. Поэтому объясняю более простыми словами. То урон с расстоянием довольно-таки жестко падает. То есть, соответственно, если вы находитесь на средней и большой дистанции, то вот, например, если бы я наносил сейчас по этой же урон, или вот как по этому диктатору, то я наношу всего лишь по 300 урона с ДДшкой. Если же я буду наносить данный урон в упоре по противнику, да, то есть я, например, сейчас буду сближаться с диктатором, то есть был 300 урон, был 400 урон, был 1500 урон и такой же 1500 урон, 1400, да, урон. Сохраняется это как максимальный урон на маленькой дистанции. То есть, по сути, шафт у нас занерфили исключительно на расстоянии, да, то есть теперь с средней дистанции вы не можете наносить большое количество урона простым отжатием пробела, да, вот, например, сейчас я нанес по ВАСПу всего лишь 300 урона, если же до обновления можно было с такого же самого расстояния наносить по 1400, то теперь это маленькое количество урона, но зато с ближней дистанции вы также продолжаете наносить тот самый колоссальный большой урон. Поэтому для меня, как игрока, который любит играть на ближнебойных пушках, на таких пушках, как фриз и жига, да, по сути ничего, наверное, и не изменилось. Я просто теперь вынужден сближаться с противником, дабы наносить большое количество урона, а не наносить маленькие какие-то выстрелы, там, по 300, по 400 урона, и спокойнейшим образом также реализовывать свою пушку. На тех званиях, на которых я играю сейчас на данный период времени, да, то есть это полковники, это бригадирчики, шафт залетает все так же суперски, все так же великолепно. Да, если посмотреть на все это дело с основных аккаунтов, то там зачастую уже ситуация обстоит немножечко потяжелее, да, и там, например, если сравнить тот же шафт уже с жигой, то жигу будет куда лучше использовать за счет того, что вы, там, можете по 2-3 танкам сразу урон наносить, да, но если уж посмотреть и расценить данный аккаунт, я имею в виду именно моего полковника и то, что происходит вообще на этих званиях, на этих аккаунтах, то я с тем же успехом могу продолжать реализовывать данный аккаунт, да, только с измененной, можно так сказать, механикой использования данного интересного вооружения. Катку мы уже начинаем выигрывать, я, как, ну, всегда, наверное, на первом месте уже продолжаю здесь игрулькать. Будем пытаться делать, наверное, даже досрочку в этой катке, если у нас получится это реализовать, ну, если уж досрочки не будет, то хотя бы еще парочку флажочков, если поставлю, то будет очень даже круто и достойно. Я надеюсь на то, что сейчас я вот это релесы, не, ну, нарез 5, не как-никак уже как бы не уйду, там по 1400 урона в башку залетает, и спокойнейшим образом все это реализуется в мою пользу. Ну, и, конечно, друзья, огромнейший плюс игры на мультах на шафте, это в том, что резистов от данной пушки практически нет. Если вы будете играть на легендах, то там уже пойдут резисты, пойдут еще какие-то проблемные вещи, типа дронов, да, там защитники какие-то начнут появляться, и с шафтом уже будет намного-намного тяжелее нагибать, да, то есть если сравнить ту же жигу с резистом, сколько она наносит урона по резистным танкам, и сколько наносит урона шафт по резистным танкам, и насколько сложно сливать на шафте, нежели, ну, удобно, наверное, и комфортно сливать можно на жиге, то, понятное дело, что когда уже у тебя расстояние пофикшено с данным шафтом, то уже стоит искать, тестировать какие-то другие пушки, а не зацикливаться на одной замечательной пушке, которая называется шафт. Если же у нас на протяжении двух недель она прям дико жестко нагибала, то сейчас у нас баланс потихо возвращается к стандартным стадиям, да, и можно уже играть не только на одной замечательной пушке, можно уже использовать что-то другое, что-то интересное, и это те пушки, которые у вас также будут заходить, ну, с тем же, наверное, успехом, что и та же там смока, тот же молот, тот же страйкер, да, вы можете уже экспериментировать, средний баланс имеется между всеми вооружениями, и тут уже большинство моментов зависит исключительно от того, что вам лично больше нравится, да, вам может также нравиться вулкан, и также может нравиться шафт, только он сейчас уже будет, эти, вернее, две пушки уже будут являться не теми сверхимбалансными пушками, а просто средними вооружениями, на которых вы также полноценно можете зарабатывать очки в матчмейкинге. Ну, и если вы там играете в прошках, то и в пробоях так же самое. Так, я вот, если честно, мог сейчас минусануть. А, я минусанул. Я просто думал, что я не минусану этого хантера из-за того, что мне тиммейт помешает, но, благо, у меня это дело получилось. Реализовать сейчас еще, если этого викинга солью, то будет вообще великолепно. Афигислил он мне со своим замечательным... Смак... Со своей замечательной смакой сколько урона нанес. Еще и резист у него там 50% от меня имелся. Неприятненько, если честно. Когда столько у дэмэджа влетает. Ну, и вы видите, друзья, что совсем скоро у меня уже на этом аккаунте тоже будет звание. Это тоже очень-очень даже круто и достойно. Всего лишь 4800 опыта остается до звонки. Возможно, даже уже в следующем видеоролике мы ее вместе с вами получим. А может, я и на стриме как-нибудь там хоп-хоп опыт наберу и звание подниму. Катка подходит к концу. Ну, как бы говорить о том, что я набил здесь 700 опыта и радоваться этому я, наверное, особо не хочу. Тут как бы и так все понятно. Хоть и даже есть по одному генерал-лейтенанту в боях. Но у меня никаких вопросов и каких-то там удивлений к данному моменту с этим аккаунтом быть не может. Я уже многим говорил, да и вам говорил, да, в предыдущих видеороликах то, что шафт, да, ну, при тех раскладах, то, что от него нет резистов на этих званиях, он просто разрывает все, что может. И плюс этот тройной шафт, да, который на ближней дистанции также продолжает наносить большое количество урона. Он, ну, хочешь не хочешь, он все равно будет набивать большое количество опыта, если ты будешь просто правильно им обращаться и правильно будешь распределять свои определенные моменты, да. И, соответственно, правильно будешь двигаться по карте. Поэтому никаких удивлений здесь быть не может. Я еще и как бы с тем самым защитником, да, друзья, на котором я еще, к слову, может даже и ни разу не играл. Это, походу, даже может быть первый раз моей игры вообще в целом на защитнике на этом аккаунте. Ничего себе, это да, но вы видите, что даже уже семишаговый защитник чувствуется. Хоть, казалось бы, да, то есть там не такой уж большой процент он прибавляет, но уже, уже есть то самое могущественное преимущество над оппонентом, когда ты можешь, ну, с такого расстояния, конечно, лучше свестись, а не пытаться там наносить урон. Так, точку мы захватили. Ты можешь просто там пожить в какой-то определенный момент, за счет этого заработать больше опыта и реализовать свою пушку просто на максимум. Как у меня все, в принципе, это и получилось сделать в предыдущем бою. Не знаю, что будет прямо сейчас в этом, но я буду стараться также жестко кидать урон и надеяться на то, что у меня здесь получится заработать примерно такое же большое количество опыта. У меня там еще заданка на 2000 опыта выпала, я, конечно, третью катку, наверное, такую большую играть не буду, иначе видос получится на минуту где-то 25. Поэтому остановимся на двух катках, но посмотрим, сколько вообще моего опыта сможем, вернее, очков сможем заработать за два боя. Опыт это дофига мы сможем заработать, а вот сколько очков мы можем поднять, это уже довольно-таки интересный вопросик. Сейчас у меня еще ддшечка с кулдауна выйдет, и я смогу еще дополнительно докидать урон. Еще вот по этому бы танчику залетело. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, перезарядка ушла. 9-1 по счету, хорошо, идем. 5 минут до конца, наши тиммейты тут что-то пытаются сделать. Так, я попробую свестись. Ну, выйдет, не выйдет, интересно. Ай, выехал, но я поторопився не чуть-чуть. Ну вот, чуть поаккуратнее сыграть. Так, лучше я аптечку прожму, а то сейчас крит вылетит с большим уроном и ГГ будет. Так, ну и чем мне, друзья, не нравится Форест? Это, наверное, тем, что в большинстве случаев здесь практически невозможно сводиться на шафте, очень большое количество кустов, и зачастую ты стреляешь просто в кусты и не видишь своего оппонента, поэтому на шафте здесь, ну, только истинные профессионалы умеют играть на таких картах. Я не являюсь таким, я вообще, по сути, не являюсь профессиональным каким-то шафтоводом, у меня шафта на основном аккаунте, как вы знаете, не было и, скорее всего, не будет, поэтому для меня такие моменты являются очень тяжелыми, зачастую, поэтому ты и промахиваешься, либо там не наносишь должного большого количества урона по своему оппоненту. Но катку будем пытаться выигрывать, будем играть так же ближнебойно, да, как я это и делал, на постоянной основе, раньше, я думаю, что все равно успешно можно будет выиграть этот бой и попытаться, ну, хотя бы поднять, не знаю, сколько тут можно, но если подниму, каких? 500-600 опыта, будет, наверное, неплохо. Еще и овердрайв прожимает викинга гром. 3,5 минуты до конца, 20 на 9 мы уже ведем, скорее всего, даже это будет быстрое окончание боя с досрочкой, может, конечно, и нет, но посмотрим. Защитникам очень приятно играть, друзья, даже несмотря на то, что он не столь сильно качан, но ты уже имеешь дополнительное преимущество по поражатию расходки, да, то есть ты можешь сразу поражать 2 расходника, и зачастую именно это уже довольно жестко решает, да, даже несмотря на то, что ты там не имеешь большого какого-то дополнительного процента к своему овердрайву, ой, к своему, говорю, овердрайву, к своему хп, да, дополнительной возможности не имеешь столь большой, но все равно, да, то есть за счет только простой нарки ты уже имеешь преимущество над противником, который играет, например, без дрона, либо же он играет с дронами, которые не дают тебе возможность прожатия данных двух расходников одновременно, поэтому даже за это можно уже ценить дрон, который не является даже столь сильно прокачанным. Две с половиной минуты остается до конца, 430 очков у меня имеется, опять, похоже, это это не космокадо, ладно, я ее в башку сейчас дал, 6 кусков неплохо залетело, не понимаю, почему мой тиммейт не поехал сейчас захватывать точку, я бы лучше бы двигался бы к центру, а мой тиммейт бы лучше бы в этот момент забрал бы точку, а я бы унес бы еще бы пару-тройку противников, но, к сожалению, мой тиммейт решил по-другому сделать, но я вроде как дополнительные 2-3 кило дал, 500 опыта имеется, надеюсь, что сейчас Хантер не прожмет овердрайв, ну, даже если бы он бы его бы и прожал бы, все равно он там летел в минус, здесь поставим миночку, здесь что она намесла не 0 урона по этому оппоненту, все-таки я немножко подфантомил, скорее всего тайминг выиграл, а может и 0 урона намесла, ладно, попробуем чуть покидать, хотя бы по 5 опыта с двух станков заберу, если их кто-то уничтожит, ну и полторы минуты до конца, кстати-то, они-то камбетчат, они-то камбетчат, надо постараться, значит, еще выиграть, 7 камбетчат, отлично, хороший выстрел под 5000, без даже поражатия овердрайва, ну и сейчас надо добивать, 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 уничтожать, я иногда все-таки забываю про то, что урон-то будет намного меньше, если я буду наносить его на средней дистанции, и как сейчас я, например, там по 300 урона накинул, а если бы подъехал бы, наносил бы этот урон не по 300, а полторы тысячи, да, поэтому моментами тоже надо не забывать про то, что сейчас у нас шапп все-таки с данным устройством является ближнебойной нагибаторской пушкой, такой как... Блин, прожми овер, друг, друг овер, прожми, прожми ты овер, боже, ну зачем тебе овер, прожми его, о, боже ты мой, 30 секунд до конца, молодой человек с овердрайвом не прожимает его, и по сути руинит просто карту, просто руинит карту, сейчас бы я бы точно не отдал бы центральную точку, и у нас противник бы не захватил бы еще одну точку, остается всего лишь 10 секунд до конца, и сейчас мы просто можем проиграть этот бой, из-за того, что в матчмейкинге, ну ладно, мы не проиграли, или проиграли, 2 секунды, 24, 23, нет, все-таки выиграли, но могли проиграть просто данный бой, из-за того, что игрок за 30 секунд до конца просто-напросто не прожал овердрайв, я не знаю, зачем ему он был нужен, но он его не прожал. Ну, друзья, что я могу сказать, 600-ка и где-то 700 опыта я заработал, то есть за 2 боя, это отличный показатель, как по мне, на шафте на этих званиях, понятное дело, что у меня тут уже и дрон, и плюс фулл прокачанное вооружение, я буду в ближайшее время еще акцентировать внимание на покупку новых устройств, о, устройств говорю, новых резистов, да, прикупим себе резистов, когда поднимем новые звания, здесь с генерал-майора большинство резистов открывается, у нас там, я думаю, что ближе к сентябрю будут более большие скидки, ну, я, по крайней мере, буду надеяться на то, что они будут, и тогда уже полноценно сможем прикупить сюда устройств, о, устройств, боже, почему устройства, я говорю, резистов, да, и будем уже выкачивать их, надеюсь, что кристаллы на этом аккаунте будут копиться, выкачиваем пока что себе только один дрон, больше я дронов никаких в ближайшее время точно на этот аккаунт покупать не буду, ну, и будем продолжать двигать данный аккаунт вверх, развиваться на шафте, потому что мне, я считаю, нужно расти даже на этом вооружении, я все-таки не являюсь, как я уже говорил, профессиональным шафтоводом, поэтому для меня это тоже что-то своего рода уникальное. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, если он вам понравился, то обязательно не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, с вами был мистер Ванька, друзья, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.